приветствую вас давайте разберем ваш вопрос который вы задаете с точки зрения психологии развода травмы и то что вы испытываете это естественно это вполне органично но естественно не самое полезное для вашей психики и организма в целом поэтому если говорить про то нормально ли такое то да нормально но вам требуется помощь вам требуется психотерапия вот поддержка вот ну вот чтобы помочь пережить развод и чтобы смогли как бы не тянуть какой-то такой негативный опыт в будущем новые отношения которые у вас будут или чтобы вы не тянули как бы этот опыт например взаимодействие с другими людьми допустим вот то есть это вам для помощи врачу к врачу вам наверное не надо пока то есть если это откровенно вот прямо очень сильно снижает уровень вашей жизни по вашим ощущениям да обратиться конечно же вне всякого сомнения можно и нужно обратиться но это редко решает проблему то есть ну вот проблему в корне а вы уберете симптомы вам будет казаться что все хорошо хорошо вот ну невероятно стало но проблему это ваш не решит вот чтобы смыслось то жить дальше вы вряд ли сможете ну потому что вы уже ну условно говоря переживать уже уже вам тяжело и трудно уже вам больно и так далее да не прошивает вы любите имеет смысл конечно всю боль которую я создал обиды на мысли и так далее все это прорабатывают на психотерапии, потихонечку, постепенно, вот. Вот вы говорите, что ваш муч был инициатором, значит, что для вас это, видимо, стало неожиданностью, вот, вы чувствуете, вероятно, себя потерянной, вот, к какой-то степени, вот, растерянных их, возможно, потому что привычный мир при травме разрушается, вот, привычные представления о жизни не работают, вот, появляется тревога, вот, переизбыток стресса, конечно же, вот, по-другому, к сожалению, редко, когда, ну, бывает, по-другому, если иначе, по-другому, вот, и в итоге вам, конечно, очень-очень трудно сейчас. Вот нужна поддержка, подождать вас, возможно, некому. Вы не пишите, если у вас дети, там, по-моему, про детей вы ничего не писали. Сейчас посмотрю, так, вот, оказываю. Да, про детей вы ничего не пишете. Нас связывают много формальностей, то есть, что вы знаете, что это за формальности. Да, отдельный момент, мне кажется, нужно это, как-бы, разобрать такие ли, такие ли уж это необходимые формальности. И так ли уж необходимо обидеться с ним. Ну, вот, потому что, ну, я зачастую, что-то, ну, необязательно, ну, во многих, во многих ситуациях, совершенно необязательно, зачастую видят, вот, поэтому, на мой взгляд, если вы были бы с собой счастны, вот, если бы вы были бы с собой искренни, то, возможно, вы бы смогли увидеть, что много вы, ну, не много, может быть, да, но какие-то вещи вы себе, ну, вот, искусственно привносите к себе вещи. То есть, вам бы позаботиться словно говоря о себе, вот, и, может быть, там, формальности отложить, ну, вот. Что бы стало, ну, пока больно, да, вот, пока больно отложить формальности, вот. Ну, вы, почему-то этого не делаете, хотя боль, это же, абсолютно нормально, вот. Так что, ответ вам будет примерно такой, вот, плюс, плюс-минус, то есть, врач вам состояние облегчит, вот. Скорее, ну, скорее всего, облегчит, там, состояние. Но, конкретную проблему не решат. Ну, конечно, проблема, это то, что вам тяжело адаптироваться. И при избытке стресса, который возникает, он мешает вам это сделать. Ну, то есть, он мешает вам адаптироваться как раз, к сожалению. Ну, вот, поэтому, вы можете в своем состоянии застрять, вот. Чтобы этого не было, чтобы этого не было, лучше поработать с психологом, вот. И, побыстрее, из этого состояния выйти. Но, важно, важный момент достаточно, что, говоря, выйти из этого состояния, я не имею ввиду от него бежать. Не имею ввиду от него спрятаться, не имею ввиду, как-то вот с ним бороться. Совершенно нет. Я имею ввиду развернуться именно в речи, вот. И стараться понять, про что оно, вот, ваше состояние, о чем оно, ну, условно говоря, свидетельствует это состояние. Мне кажется, это такой вот важный достаточно момент, на который вам необходимо свое внимание обратить. Вот, если вы хотите, чтобы, ну, вы смогли жить счастливо. Вот, это не просто, ну, что-то вылечит, а именно, вот, как-то вот, ну, более осознанно, что ли, подойти. К этому вопросу, вот. Так что, как-то так. В этом все. Хочу пожелать вам удачи. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Да. Позвольте, позволить вам начать работу над собой. Вот, сделать какие-то выводы. Вот, и, соответственно, двинуться, вот, куда-то дальше, да, куда-то вот, ну, куда-то вперед, вот. В сторону, вот, в сторону собственной жизни. Вот. Всего вам доброго. Обращайтесь. Будем рады помочь вам. Спасибо. 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 Спасибо.